Братья-месяцы Одно из древних славянских календарей вспоминают Аристарха Мудрого. Сам праздник всегда отмечается широко, весело, хлебосольно. А почему бы не порадоваться? Если хлеб уже убран, и его пока более чем достаточно, деньги за часть проданного урожая еще не закончились. Основные работы позади, а по деревням одна свадьба другую переигрывает. Да и погода в этот день, как правило, на редкость для конца ноября теплой выдается. Недаром же в народе Михаил своими оттеплями знаменит. Но если день не туманом, а инеем начнется, скорее всего уже к вечеру повалит с неба ледяная крупица. Затейница Пороша, кружась и подпрыгивая, пробежится по улицам и лягут на промершую землю большие сугробы снега. Что, впрочем, совсем неплохо, ведь снежная зима всегда предвестницей хорошего урожая считается. Да, среди русского народа сохраняется обычай в этот день еще и батюшку дворового ублажать и задабривать, иначе мог он обидеться и к своему давнему приятелю лезшему в лес податься, а его место тут же нечистый занимал, вдвощета пуская хозяйское добро по ветру. Поэтому рано утром до восхода солнца, когда еще вся деревня спала, выносили хозяйке к дверям хлеба большую чашу с пивным суслом и, ставя ее у порога, приговаривали «Соседушка дворовой, не ходи со двора, не куби скотину, не кажи лукавому пути дороги». Дворовым называют в народе бесплотное существо – дух, который, в отличие от домового, его старшего брата, не за домом, а за подворьем хозяйским присматривает, все свое внимание уделяя скотине. Говорят, что он неплохо ладит с козами и собаками, а из остальных животных больше всего отмечает своим вниманием лошадей, но только тех, что мастью напоминают цвет хозяйских волос и бороды. Лошадей другой масти нужно было проводить во двор с опаской, и не иначе, как по овчиной шубе, разосланной в воротах. Но если и после этого не по нраву приходила дворовому хозяйская сивка-бурка, лучше было от нее избавиться, потому что рано или поздно до смерти изводил ее сердитый суседка. Чтобы пришлись ко двору, то есть были приняты дворовым новорожденные телята и ягнята, их сразу после рождения подносили к устью печки. Считалось, что после этого они, пропитавшись духом родного дома, никогда не потеряются и станут для дворового своими, то есть домашними. На глаза людям дворовой никогда не показывается, разве что один раз в году весной хозяин подворья мог упросить дворового выйти хоть на минутку для серьезного разговора. Для этого нужно было встать в дверях хлева, зажженной свечой и угощением, поклониться и произнести заговор. Говорят, после этого появлялся в дверях мужик, точная копия хозяина и внимательно его просьбу выслушивал. Как правило, хороший хозяин всегда мог с дворовым договориться, а тот взамен лишь одного требовал, чтобы ни в сонной грезе, ни в пьяном виде, ни отцу, ни матери, ни попу, ни разбойнику не говорить о встрече и договоре, что заключен был. И если кто-то нарушал данное дворовому слово, он на подворье весь скот переводил, дом разорял, а обманщика порой доводил до самоубийства. Впрочем, человек серьезный и самостоятельный никогда бы не позволил себе данное слово нарушить, а хозяин, что сумел дворовому угодить, жил в достатке и благополучии. Мороз его посилов не бил, и скотина у него не болела, и в амбарах его хлеб не переводился, а домочадцы в мире и согласии пребывали. А вы дружите со своими незримыми помощниками? Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok